Последние события в Поднебесной заставляют казахстанцев активнее приспатриваться к полкам аптек. Медицинские маски по-прежнему самое эффективное средство защиты от опасного вируса. Правда, как выяснилось, найти их порой удается с трудом. Уж слишком велик спрос. Мои коллеги отправились в рейд по аптекам, а также узнали у медиков, как правильно использовать защитные средства. Маски есть? Нету масок. Разобрание? Да, всего не продали. Одна из аптек на правом берегу столицы. Слова фармацевтов в дополнительных комментариях не нуждаются. Маски здесь разлетаются, как горячие пирожки. Так много берут? Да. Всегда так разбирают быстро? Да. У их коллег по соседству средства защиты еще остались. Правда, судя по реакции персонала, вопросы посетителей о масках им порядком надоели. Нормально защищают? Ну это уже вам решать, когда не заболеете, значит нормально защищать. Заболеете, здесь все нормально. Хорошо маски берут. Ну вот не делать ничего, все рассказывают. С такой позицией, что называется, не поспоришь. Между тем, как известно, спрос рождает предложение. Один из популярных сервисов купли-продажи сегодня пестрит объявлениями. Здесь средства защиты, что называется на любой вкус и кошелек. Одноразовые по 10 тенге, такие же, но уже черные за 90, маски многоразового использования и респираторы предлагают купить в 10 раз дороже. По объявлению звоню, маски есть? У меня есть очень трёхслойные, чёрные есть. Маски для доступа трудоспансов, они были с большой степенью непропускания инфекции. И есть с респиратором, с клапаном, как клеем. А производство чьи они? Есть махинский завод по тендерам, а есть китайские с предприятием, подключенные. А это и из самого Китая идут они, да? Ну, раньше, когда была закрыта, они приходили. К слову, найти в аптеке те самые респираторы – настоящая удача. Но, по словам медиков, чаще всего защититься от вирусных заболеваний помогут и одноразовые маски. Главное – знать, как правильно их использовать. Итак, первое, какой стороной носить маску, значение не имеет, вне зависимости от того, болеете ли вы сами или же хотите защититься от окружающих. Главное, необходимо маску очень хорошо зафиксировать в области носа. Там для этого есть специальные фиксирующие повязки. Второе, такое защитное средство можно носить не более трёх часов, иначе эффект достигается обратный. То есть риск заражения только увеличивается. Врачи советуют пренебрегать ношение масок сегодня не стоит. Даже если не учитывать возможную угрозу заражения вирусом из Поднебесной, риск подхватить УРВИ или грипп в разгар эпидезона никто не отменял. Тогда, когда вы находитесь в местах скопления, большого скопления людей – в автобусах, в кинотеатрах. Также рекомендуется её одевать во всех организациях, где имеется большое скопление людей. В том числе обязательно в медицинских учреждениях, так как сейчас идёт сезон гриппа и УРВИ. Стоит отметить, что в последние дни в мессенджерах появляются сообщения об отсутствии медицинских масок в разных городах страны. Но всякий раз государственные органы подобную информацию опровергают. Между тем, на днях стало известно, что в ближайшее время из резерва правительства на покупку средств защиты направят полтора миллиарда тенге. Андрей Деменок, Наурис Базаров, Амирбек Изимов, Осец Аргулов, Хабар, 24.